В эфире телеканал Ананты Новости Дагестан. С наиболее значимыми событиями вас ознакомлю я, была Ахмедова и мои коллеги. Здравствуйте! В начале выпуска небольшой анонс главных тем. Случайность, закономерность или совпадение. Ровно месяц спустя после пожара на АЗС опять взрыв. К счастью, на этот раз без человеческих жертв. О трагедии в поселке Семиндер смотрите через минуту. Языков много, родина одна. Республика отмечает День единства народов Дагестана. Подробности с праздника расскажем в выпуске. Поздравления, теплые слова и подарки сегодня принимал Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Поздравить духовного лидера с его 64-летием приехали гости из разных регионов России. Спустя ровно месяц после крупного взрыва на трассе Астрахань-Махачкала практически в то же время в столице республики раздался новый хлопок. На этот раз ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Илазарова, 25, в Семиндере. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, хотя последствия достаточно серьезные. Уже возбуждено уголовное дело с хронологией событий по темат Ханапова. Помогите! Обгоревший фасад, раскуреченные оконные рамы и автомобили всмятку. Последствия взрыва печальные. В этой истории радует лишь одно. Обошлось без жертв. Людей, захваченного огнем здания, удалось спасти. Многих пришлось вызволять при помощи подъемного крана. Всего спасатели эвакуировали более 80 человек. Ударная волна, говорят жильцы, была настолько сильной, что окна выбиты даже с соседней многоэтажки. Рядом припаркованные машины просто засыпало бетоном. И вот сейчас вот то, что у меня кафель там стоял, окна, двери, все поставили, вот это пух и прах, все ушло. И каждый человек, который здесь живет, у которых, у некоторых четверо детей, у кого трое детей, кто, ну, еле как обустроились, можно сказать. Эти все люди сейчас думают, якобы как восстановить ушерб. Люди собрались здесь с самого утра, ждут встречи с властями. Говорят, поддержки ждать им не приходится. Напротив, во всем случившемся уже начали обвинять самих же жильцов. Дом построен незаконно, не был введен в эксплуатацию и врезки газовым сетям тоже нелегально. Но люди себя виноватыми не считают. Попытки узаконить свое жилье они предпринимали не единожды. Более того, давали деньги за подключение к газовым сетям. Ну, они обещали эти документы, раньше они делали, тоже обещали. Сказали, как заселились уже. Они обещали сделать, а не сделали до сих пор. А когда вы заселились? Лет уже 5-6. Застройщик обещал вам? Да, застройщик обещал, а потом мы сами даже деньги отдали, не сделали. А застройщик кто? Он с вами на связи? Хамза его зовут, я не фамилия, не знаю. Здесь не живет. Но он подошел после трагедии? Нет, нет. Откуда? У нас протокол написали на каждого жильца. И всю вину на нас свалили. А здесь нас собрали деньги по 33 тысячи рублей, чтобы сделать документы на газ. Собрали документы и сдали все данные туда, в Горгаз. Они пришли, резко тоже сделали, законно. И сказали, вот на днях, через пару дней уже документы тоже не раздадим всем. И пользуйтесь газом. Потом затянулся этот вопрос. И все, нет. Ни день, ни день. А месяц, два, три. Пришли обратно, там, говорят, не получается, сейчас сделаю документы, закон что ли поменялся. А мы никуда не врезались, они сами нам сделали врезку. Все жильцы этого дома, они имеют желание узаконить, узаконить, да, для себя сделать документацию, чтобы все было дозволенным путем. Имеется в виду, они готовы на любые компромиссии с властью идти. Но каждый раз, когда они идут на какие-то компромиссии, они везде получают для себя отказ. И определенные лица приезжают сюда, говорят, соберите определенное что-то, мы вам установим и сделаем. Когда они собирают, отдают, вот этот некий кто-то, он исчезает. Да, шесть лет уже исчезает. Пока по факту случившегося идет доследственная проверка. По предварительной информации, в одной из квартир на четвертом этаже произошла утечка газа. Это все, что осталось от полноценных квартир. Законно ли была возведена многоэтажка и легально ли были подключены коммуникации, вопросы уже запоздалые. Задавать их надо было задолго до трагедии. Теперь важнее другое. Где людям пережить холодную зиму и как восстановить то, на что ты копил годами. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Республика в этом году в 13-й раз отмечает День единства народов Дагестана. Дата 15 сентября для жителей региона знаменательная. В этот день в 1741 году Объединенная армия горцев победила войско персидского завоевателя Надиршаха. В честь этого праздник был учрежден на Третьем съезде народа Дагестана в декабре 2010 года. По всей республике традиционно проходят гуляния, концерты фольклорных коллективов, ярмарки и соревнования по национальным видам спорта. С праздником жителей республики поздравил и глава региона Сергей Меликов. День единства народов Дагестана символизирует преданность дагестанцев родной земле, верность духовному и культурному наследию предков, ценностям дружбы, добрососедства и взаимовыручки. Память о решимости и самоотверженности жителей республики, ярких трудовых свершениях и славных подвигах, неиссякаемый источник любви к Отечеству для нынешних военнослужащих. Добровольцев, которые, помня уроки прошлого, героически сражаются на боевых позициях в зоне специальной военной операции, написал Сергей Меликов на своем официальном телеграм-канале. День единства народов Дагестана совпал с еще одной знаменательной датой. Сегодня муфтию республике исполнилось 64 года. Шейх Ахмат Афанди получил большое количество поздравительных телеграмм не только от дагестанцев, но и от людей из разных регионов России. Многие известные политики и чиновники пришли поздравить его лично. Среди них и мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Вы являетесь как наставник, учитель, преподаватель, педагог, и вы являетесь человеком для примера подражания всем нам, и старшим, и младшим тоже. И хотел бы вам пожелать долгих лет жизни, чтобы вы, проживая свою жизнь, остались таким же сдержанным, правильным, и как наставник учили бы и дальше тоже долгих лет жизни вам, и благополучия во всех ваших начинаниях. Спасибо. От души. Искренне поздравлю еще раз. Спасибо. Это тоже вы. Это является символом горца, символом горца, что в каждом доме должен быть защитник. Вы защитник всей республики, а это пусть будет в ваших руках, как сувенир, чтобы вы могли говорить, это надо держать вот там, не направлять на кого-то. Спасибо. Спасибо. Боего от души. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я, конечно, как вы знаете, не друг оружием. Я, как вот Юсюб Маву сказал, ну, как украшение, как символ будем сохранить, беречь, как память. Шейх Ахмат Афанди поблагодарил городоначальника за поздравление, а также отметил плодотворную совместную работу духовенства и представителей власти на благо республики. Конечно, я особо не сторонник, чтобы отметили день рождения. Ну, я рад, что мы вот так вместе работаем, друг к другу, хотя бы словом, помогаем. Просто я горжусь тем, что я дагестанец, тем, что я живу в Дагестане, и тем, что в Дагестане, хотя некоторые люди хотят показать национальные, ну, нехорошие отношения между представителями разных национальностей, вот сегодня мы свидетели тому, что это вообще отсутствует. Поздравить лично муфти о республике смогли и сотрудники газеты «Ассалам». Специально на встречу с духовным лидером в Махачкалу прибыли журналисты изданий из Санкт-Петербурга, Башкатарстана и многих городов и районов Дагестана. Продолжение темы – сюжет Айши Тухаевой. Газета «Ассалам» выходит на национальных и иностранных языках. Редакторы газеты постоянно трудятся над ее улучшением. Актуальные проблемы, поднимаемые авторами статей, становятся темами разных ток-шоу, которые выходят также на площадки издания в видеоформате. В 1998 году, когда я стал муфтием, тираж газеты было 2500 по всему Дагестану на всех национальных языках. И представляете, сейчас, как и количество, и тираж, и читателей, вот сколько увеличилось. Это, конечно, на все воли Аллаха мы очень благодарны Всевышнему. Это слова пророка Аллахи Салату Расслава. Пророк, какого уровня был человек, это с чем-то сравнивать невозможно. А он с чабаном разговаривал, как с чабан с чабаном. Представляете, такого уровня человек во всех отношениях. А с простыми людьми, как простой разговаривал. Вот это действительно нам надо уметь. Вот на их языке разговаривать с людьми. Расширить на аудиторию. Когда я был имамом в одном селении, пятницу, когда я же должен выбирать проповедь, какую им читать, книга проповеди была вот такая толщиной, я целую книгу перелистивал, думал, сегодня им вот это важно для людей. Потом листаю несколько листов, думаю, может, более актуальна, другая тема. Вот так целую книгу полностью листал и выбирал оттуда, что им сегодня необходимо. Не то, что мне хочется, не то, что какую-то тему я могу хорошо раскрывать, не то, что для вот этой проповеди мне можно и без подготовки выступать, нет. Я каждый раз, каждую пятницу полную книгу анализировал и выбирал им подходящую тему. И это как раз соответствует хадису пророка, редактор башкирского издания газеты «Ассалам» Зульфия Хананова приехала навстречу вместе со всем своим творческим коллективом. Она рассказала об успехах своей редколлегии, поздравила шеха Ахмада Афанди с днём рождения и вручила ему подарок. Пользуясь случаем, позвольте вам преподнести маленький подарок. Говорят же, в Таране написано, что мёд – это пища, райская пища, и мы, Ахмадхаджи, искренне желаем, чтобы вы были здоровы, желаем вам долголетия и каким преподнести башкирский мёд. А вы откуда знаете, что я мёд люблю? Спасибо, спасибо. Присутствующие на встрече журналисты и литературные редакторы поделились своими идеями развития газеты. Я рада, что наши авторы помнят, что у нас наша аудитория – это не село, это не Дагестан, это огромная Россия, это многомиллионная аудитория, состоящая из многих регионов, и многие из которых отличаются от нас, и нам надо стараться учитывать реалии там, то есть это и Север, это и Средняя Россия, понимаете, то есть они во многом от нас отличаются. Когда мы пишем, нам надо держать в голове, что перед нами очень много миллионов людей, понятно, что фактически читают нас, может быть, меньше, но тем не менее могут прочитать как-то из Ханты-Мансийска, из Мурманска, там из Калининграда, откуда угодно, мы должны быть интересны всем. От редакционного коллектива газеты «Ас-Салам» муфтию вручили экземпляр одного из редких изданий Корана. По завершении встречи всех присутствующих пригласили на праздничный обед. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Шамиль Хирисулаев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и отличных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова